Пока на улице стояли морозы, в поселке Петровское развернулись хоккейные баталии. Двухдневный турнир среди любительских команд решил провести досуговый центр «Юность», чтобы подогреть интерес к дворовым видам спорта. Изначально это было на стадионе «Металлург». Придумали ветераны футбола. А мы переняли у них этот опыт и решили тоже организовать этот турнир. На призыв откликнулись многие. За два дня турнира отыграли шесть команд. Три детских и три взрослых. Однако все были в разных условиях. Дети боролись за свой кубок в традиционном хоккее. С шайбой и на коньках. А взрослые – с мячом и в повседневной обуви. То есть на валенках. Сложнее устоять на ногах. На коньках ты чувствуешь себя уверенно. А здесь зацепиться только на снег, на льду. На лед вышли спортсмены из Петровского и Видного. Что интересно, не все они – хоккеисты. Принять участие в турнире решили и те, кто отдает предпочтение футболу. Хоккей играют сильные. Футбол умный. Здесь все быстро. Все надо соображать. Тем более на льду надо устоять. Это и координация движений. Ну и азарт, конечно. Эмоции. Хотя турнир проводился среди любителей, побороться за кубок решили и профессионалы. Например, капитан хоккейной команды «Металлург» Алексей Хабузов. На валенках он впервые попробовал играть год назад. Спортсмен замечает – ощущения и эмоции от игры совсем другие. На сегодняшний момент здесь особых правил нет. Но главное, чтобы без травматизма. И понятно, что клюшками махать высоко нельзя. А так можно ловить рукой, можно играть ногой. То есть всем, чем можно. То есть прям реально футбол и хоккей. Да, это симбиоз футбола с хоккеем. И в этом есть свой шарм. По итогу соревнований каждая команда увезла с собой кубок за первое, второе или третье место. Всего в дворовом турнире приняло участие больше 40 человек. Александра Столярова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Битное ТВ.